Девушки отдыхают Чайковский прибыл в Харьков из Москвы 11 марта в 9 часов утра. Билеты на единственный концерт Чайковского в зале дворянского собрания были проданы за считанные дни. Чайковский произвел курорт. Исполнение имело небывалые успехи. Публика бурно приветствовала Петра Ильича и до, и после концерта. В Харькове бесконечные чествования. Так что очень устал. Сомнения в себе все чаще и чаще на меня нападают. Вот. Омерзительнее всего, что я начинаю впадать в повторение себя. Ни за что в мире не хочу марать бумагу, когда уже давно все выдохлось. Я переживаю какой-то кризис. Или из него выйду победителем и еще несколько лет буду чернить нотную бумагу. Или сложу оружие. Молодежь из публики посадили Петра Ильича в кресло и на руках понесли его, сопровождаемые приветствиями и аплодисментами. Посадили Чайковского в фаэтон и отвезли его во фраке с белым галстуком к фотографу Федецкому, который в 17 часов и запечатлел Петра Ильича. Память – одно из самых благодатных даров неба. Для меня нет высшего наслаждения, как погружаться в прошлое. Воспоминание, как луч лунного света, имеет свойство озарять прошедшее как раз настолько, что все худое не замечается, все хорошее кажется еще лучше. Воспоминание, как луч лунного света, Знаю, праздникmedi paarятные праздники. Почтут, как луч лунной света, Величество указу, обербергмейстер седьмого класса Илья Петрович Чайковский, вы производитесь в чин подполковника корпуса горных инженеров и назначаетесь горным начальником Камско-Воткинских заводов. Горят, мила дружка, горят, мила дружка, да горят Иван, горят Иванушка, Горят Иванушка, да горят Иван, горят Иван, ноча. Ангел мой, бесподобная жёночка. Наконец, после длинного путешествия я сегодня рано утром приехал, или лучше сказать, дотащился до места. В шесть часов увидел я издали Воткинский завод. Вообрази, клади нашей и людей ещё нет. Завтра посылаю наручного в вятку, их отыскывать и привести. До смерти хочу есть, а пуще всего спать. Едва гляжу и сижу. Тебя, мой бесценный друг, миллион раз целую, обнимаю и прижимаю к сердцу. Каждый день буду писать к тебе по вечерам. Прощай до завтра, жизнёночек мой. Твой весь душой и сердцем, и телом Илья. Советую тебе, милаша моя Ильичка, выписать меня скорее к себе, так как я никогда не слышу от тебя, чтобы ты мне сказал, что я хорошенькая. Здесь же я только это и слышу. Например, вчера на вечере многие находили, что я довольно не дурна. Даже старик Пётр Михайлович Стремоухов сказал мне, что у меня прекрасные глаза. И с моей стороны я нахожу здесь много хорошеньких глаз, носиков, губок, умиков. Так что, ежели ты меня нескоро постараешься к себе доставить, то я не захочу отсюда ехать. Я уж о тебе, старикашке, никогда и не вспомню. Я даже с большим принуждением пишу к тебе, ангел мой божественный. Удивляясь только, как при такой неохоте писать к тебе, дописываю, однако, третий лист. Ты мне должна непременно написать число и даже час твоего выезда, чтоб я, рассчитавший, мог тебя встретить. Весенний путь здесь прелестный, какие прекрасные виды, луга, рощи. Только не забудь, что около Волги в начале мая еще холодно. Прощай, мой ангел, будь здорова и весела. Целую твои ручки, пальчики, ножки, коленочки, щечки, губки, лобик, глазки и все. Твой друг душевный и сердечный, Илья. 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 Отец наш был необыкновенно жизнерадостный и прямодушный человек. Вернее любвеобильность составляла одно из главных черт его характера. Когда сорокалетний вдовец по взаимной любви женится на молодой девушке, то, естественно, ожидать полного подчинения жены, вступающему в тень старости мужу. Здесь было наоборот. Илья Петрович совершенно подчинился во всем, что не касалось его служебных обязанностей, без памяти его любившей жене, которой природные такты уважения к своему супругу помогали делать это так, что внешним образом для посторонних ее влияние не было заметно. Я, Модест Чайковский, и мой брат-близнец Анатолий появились на свет уже после того, как семья покинула Воткинск, чудесный, милый, провинциальный городок, подаривший миру нашего обожаемого Петра Ильича. Ну, ребят, ну, третья, четвертая, ну, сыграйте те ноты, одно и то же каждый раз. По приглашению московской дирекции я впервые пишу музыку к балету «Озеро лебедей». Сунувшись в воду, я, не зная Броду, стал писать свой балет, как оперу или симфонию. И вышло так, что ни один танцор или танцовщица не могли бы танцевать под мою музыку, все номера были слишком длинны, никто не выдержал бы. Надо, например, стоять на пуанте, а у меня целый такт андарта. Иногда по два часа сижу, грызу перо и не знаю, с чего начать. Нужно уметь заставить себя работать, иначе никогда ничего не выйдет. Чайковский работал постоянно и неустанно. И за дня в день определенные часы неуклонно посвящал композиторскому кругу. Величайший мастер, кроме того, что гений. То есть у него ремесло на самом высоком уровне, и все просчитано. Но когда мне подарили копию его рукописи, там практически над каждым тактом вот такие черточки и варианты решения. Это кровавый труд просто. Вдохновение – это такая гостья, которая не любит посещать ленивых. Она является тем, кто призывает ее. Необычайно строгий к себе, Петр Ильич почти всегда оставался недоволен своей работой. Тогда он рвал в клочке написанные листки бумаги и гневно бросал их. А на завтра писал другие. Вчера происходила первая репетиция некоторых номеров из первого действия. До чего комично было наблюдать за балетмейстером, сочинявшим танцы с самым глубокомысленным и вдохновенным видом. Вместе с тем завидно было смотреть на танцовщиц и танцоров, строивших улыбки предполагаемой публике и наслаждавшихся легкой возможностью прыгать и вертеться, исполняя при этом священную обязанность. От музыки моей в театре все в восторге. Петр Ильич отнесся к премьере первого сочиненного имбалета не с тем нервным напряжением и волнениями, какие испытывал при постановках оперы. И поэтому не особенно близко к сердцу принял далеко не блестящий успех произведения. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Чайковский, композитор, произведениями которого публика, особенно московская, заметно интересуется. Все с нетерпением ждали «Лебединого озера». Уж теперь-то он, наверное, угостит нас чисто лебединными песнями. Насколько оправдались эти ожидания? Характерные танцы могли быть похарактернее. Уж этого можно было ожидать от господина Чайковского. Странное скопление на сцене дам разного возраста и разной комплекции тяжеловесных костюмах с пеплей, тщетно старавшихся изобразить горделиво плывущих лебедей. А к радости публики в конце спектакля вся эта разномастная птичья стая утонула в осень вместе с немецким принцем Зитридом, бросившимся вслед за ними в Валтуру. Со стороны прессы я встретил такую злобу, такое недоброжелательство, что до сих пор не могла помниться и объяснить себе, за что и почему. Я никогда еще не был предметом такого преследования прессы. Петр Ильич был очень сложной натурой, тонкой до болезненности, вибрирующей, как и олова арфа, на малейшее прикосновение к струнам его души. Как многие таланты, он платил жестокую дань за свой великий дар неуравновешенностью нравов, припадками острой меланхолии. С некоторых пор каждое новое слушание какого бы то ни было моего сочинения сопровождается сильнейшим разочарованием в себе. У меня нет мастерства. Я до сих пор пишу как нелишенный дарования юноша, от которого можно многое ожидать, но который дает очень мало. У меня закралось сильное сомнение в достаточности своих сочинительских сил, и это сознание терзает и мучает меня. Недавно я нашла на листке, написанном им, когда ему, вероятно, не было еще и восьми лет. Для чего только он сотворил меня, этот всемогущий бог? Сколько зрелых людей, может быть, не задавали себе этого вопроса, тогда как этот ребенок уже задавал его? По указу Его Императорского Величества Отвятской Духовной Консистории доносие свидетельство о том, что в метрической книге Сарапульского округа Воткинского завода Благовещенского собора 1840 года под номером 187 значится Камско-Воткинского завода у горного начальника, подполковника и кавалера Ильи Петрова-Чайковского и законно его жены Александра Андреевой, сын Петр, родился 25 апреля. Явился он на свет слабеньким, с каким-то странным нарывом на левом виске, который удачно был проопеирован вскоре после рождения. Субтитры создавал DimaTorzok Крещен мая 5-го числа 1840 года Восприемниками были Камско-Воткинский протеерей Василий Блинов и горного исправника калежского секретаря Алексея Вальцева жена Надежда Тимофеева Субтитры создавал DimaTorzok В доме на улице Господской Вместе с Ильей Петровичем и Александрой Андреевной проживали старшая дочь отца от первого брака Зинаида Их общие дети старший сын Николай Петр, второй сын Вслед за Петей родились Александра, вечная спутница Петиного детства и Ипполит Поленко, как звали его домашние Кроме коренных членов семейства к нему в эту эпоху принадлежали еще старушка, тетушка Ильи Петровича Надежда Тимофеевна Вальцева А также племянница его Настасья Попова Девушка, 38 лет И Лидия Владимировна Чайковская Тот, что перед этим лишившаяся матери Девочка, 10 лет Все портреты, сфотографированные в те годы запечатлены в моем сердце Какое счастье видеть вас всех так хорошо сгруппированных Этого маленького пола Как говорила Сашенька Который так уютно устроился на груди своего отца Где каждый из вас по очереди ютился Мне очень нравится ваша поза Она мне особенно напоминает моего дорогого Пьера того времени Сейчас вылетит птичка Раз, два, три Оп! Отец Илья Петрович Называл Петю Наш общий любимец Жемчужина моей семьи Мама, внешним образом Совершенно одинаково Относившаяся ко всем детям Говорила о Пете Как о сокровище Золоте семьи Настасья Васильевна До последнего издыхания Сохраняла Какой-то культ К Петечке Старушка Надежда Тимофеевна Сделала его своим наследником Начиная с самого раннего детства Во все периоды его жизни Эта исключительная способность Привлекать общую симпатию Обращать на себя Исключительное внимание окружающих Была ему присуще Когда о славе Не могло быть и речи Личность Петра Ильича Как-то невольно Приковывала к себе Внимание всякого Несомненно в Чайковском Было что-то особенное Выделявшее его из ряда других мальчиков И привлекавшее к нему сердца Доброта, мягкость, отзывчивость И какая-то беззаботность По отношению к себе Были с ранней поры Отличительными чертами его характер Даже строгий и свирепый Инспектор воспитанников Чьей обязанностью было Наказывать и пороть розгами Выказывал к нему Особенную симпатию Господа, что здесь происходит? Чайковский? Не прервайтесь Милые папаша и мамаша Целую ваши ручки От всего сердца, мои ангелы И не знаю даже, как выразить Как я вас люблю Сегодня мне правда Нечего написать вам Кроме того, что я вас люблю и обожаю Недавно я играл в училище на рояле Я начал играть соловья И вдруг вспомнил, как играл эту пьесу раньше Ужасная грусть овладела Целую ваши ручки столько раз, сколько капель в море Ваш сын Петр Чайковский Я отлично помню, как в белой зале Петр Ильич фантазировал на задаваемые нами темы Конечно, большей частью из модных опер Нас это забавляло, но не внушало ни таких надежд на его славу в будущем После окончания изучения правоведения я стал чиновником Министерства юстиции В свободное время занимался немного музыкой Папаша уверяет, что мне еще не поздно сделаться артистом Хорошо бы, если так Но дело в том, что если есть во мне талант То уж, наверное, развивать его невозможно Из меня сделали чиновника и то плохого После службы в департаменте мой брат бесконтрольно отдавался удовлетворению ненасытной жажды удовольствий Ничего другого не оставалось пока Наоборот, все сложилось так, что не давало других помыслов И дома, и среди приятелей царил один культ веселья и развлечений Невозможно уследить за бесконечным разнообразием их в этот период жизни Петра Ильича 22-летний Чайковский, с которым я познакомился, был светский молодой человек С лицом, вопреки моде, совершенно выбритым, одетый несколько небрежно Платье от дорогого портного, но не совсем новое С манерами очаровательно простыми и, как мне тогда казалось, холодными Знакомых имел тьму, сниманием шляп и раскланиванием не было конца Совсем не умел ходить пешком и даже на самые маленькие расстояния нанимал извозчика Признаюсь, я питаю большую слабость к российской столице Что делать? Я слишком сжился с ней Все, что дорого сердцу в Петербурге и вне его Жизнь для меня положительно невозможна К тому же, когда карман не слишком пуст, но душевесело Когда у меня есть деньги в кармане, я их всегда жертвую на удовольствие Это подло, это глупо, я знаю Есть непомерные долги, требующие уплаты Есть нужды самой первой потребности, но я, опять-таки, по слабости Не смотрю ни на что я веселюсь Таков мой характер Чем я кончу? Что обещает будущее? Об этом страшно и подумать Я знаю, что рано или поздно, но скорее рано Я не в силах буду бороться с трудной стороной жизни и разобьюсь вдребезно А до тех пор я наслаждаюсь жизнью, как могу И все жертвую для наслаждения Он умел и предосудительное притворять в дозволенное Он до старости любил изображать танцовщицу Петь это делал открыто и по вечерам давал целые представления Которым все аплодировали, и никто не находил их недостойным мальчика В балетных танцах плавность, отсутствие резких движений Поставлялись им как главное достоинство И он, танцуя, показывал, в чем это заключается Образовался тогда кружок золотой молодежи, в котором преобладали светские гомосексуалы Они образовали подобие клуба, в котором не происходило ничего предусудительного Однако начали ходить фантастические рассказы о боргиях, там происходивших Многие дома закрыли перед ними двери Многие знакомые перестали им кланяться Был среди них и Петя В первый раз он столкнулся с жестокой несправедливостью людей Презирающих и негодующих на то, что должно было вызвать в крайнем случае сожаление Конечно, изменить это Петю не могло Но он стал осторожнее в своих любовных похождениях И, затаив обиду, удалился от общества И дошел до такого отчаяния, до такого недовольства собою Которая вызвала перерождение светского повесы в нежного сына и брата А лохого чиновника в хорошего музыканта Дворянина Петра Чуйковского прошения Желая обучаться музыке и преимущественно теории музыки Во вновь учрежденном музыкальным обществом училище Имею честь покорнейше просить дирекцию означенного общества О допущении меня в число учеников этого заведения И при всем представляю выданное мне Императорского училища правоведения аттестат И 50 рублей с серебром Сестра наша Александра в 18 лет стала женой Льва Давыдова Сына декабриста Василия Давыдова И уехала жить с ним в каменку Киевской губернии В поистний райский уголок Где изредка бывали и мы с Анатолием А уж приезд Пети для всех был настоящим событием К которому готовились особенно Сестра моя вместе со своим мужем Составляют живое опровержение того мнения Что безусловно счастливых браков нет Они живут в таком абсолютном единении двух душ Что между ними разлад немыслим даже в мелочах Их счастье до того совершил Что иногда делается страшно за них Глава этого семейства Старушка Александра Ивановна Давыдова Единственная оставшаяся в живых Из тех жен декабристов Которые последовали за мужьями в Сибири С тех пор, как мы себя помнили Мы росли в убеждении Что это существо не такое, как все И относились к нему не то, что с любовью А с каким-то обожанием Каждое слово его казалось священным Откуда это взялось, не могу сказать Но во всяком случае, он для этого ничего не делал Мы для него как бы не существовали И совершенно сжились с отношением к нему Как к божеству В нем как-то уживались противоречивые свойства и настроения Болезненная застенчивость и боязнь чужих людей А вместе с тем приветливость, общительность, любовь к людям А особенно к детям, которых он был готов баловать К детям Чайковский относился с чисто женской нежностью Моя привязанность к этим двум человечкам С каждым годом делается все больше и больше Я внутренне ужасно горжусь и дорожу этим лучшим чувством моего сердца Я по возможности стараюсь для них заменить Своей любовью, ласки и заботы матери Которых они не могут знать и помнить И кажется, мне это удается Самый мудрый и опытный педагог Самая любящая и нежная мать С тех пор не могла бы нам заменить Петю Потому что в нем, кроме брата, был наш товарищ и друг Влияние его на нас было безгранично Его слово – закон Для нас он был брат, мать, друг, наставник Все на свете Аппетит У него всегда был превосходный При полном отсутствии всякой разборчивости в еде Он всегда хвалил все, что ему подавали Петр Ильич пил много и водки, и вина По вечерам злоупотреблял коньяком И было время, когда, по словам братьев Был близок к настоящему алкоголизму Главное страдание, не покидавшее его Причиняло ему катар-желудка Выражавшийся в постоянной изжоге И иногда в катарике шок Он научился спасаться от изжоги при помощи соды Причем в первый раз, когда ему какой-то знакомый Рекомендовал это средство Сказав, что надо положить ложку соды на стакан воды Петр Ильич перепутал и взял полстакана соды На ложку воды С тех пор нельзя было себе представить Петра Ильича без баночки соды Без пастилок виши в кармане Приветливый, открытый, да Но вдруг наступал момент, когда окружающие начинали его тяготеть Тогда он избегал людей и лучше всего чувствовал себя в одиночестве И это до такой степени, что даже такие близкие его сердцу люди, как сестра и братья Бывали ему в тягость И в некоторые периоды он по временам был счастлив Тогда, когда при нем никого не было Наконец, я должен вам рассказать про ужасное несчастье, которое случилось, когда мне было 14 лет Матушка заболела холерой Хотя опасность была велика, но благодаря удвоенным усилиям докторов больная почти поправилась Но ненадолго Потому что после трех или четырех дней выздоровления она скончалась Не имев времени проститься с окружающими До седых волос помнил он аромат ее платьев Неуловимый тонкий мамашин запах пармской фиалки Петр Ильич всегда говорил о матери О каком-то бога равном В его памяти облик матери сохранился в виде высокой Довольно полной женщины с чудным взглядом И необыкновенно красивыми, хотя не маленькими руками Есть, если ты легкую тенью, мой гений, мой ангел, мой друг Беседуешь тихо со мною И тихо летаешь вокруг И рабким даришь вдохновение И сладкий врачуешь недуг И сладкий врачуешь недуг И тихим даришь свобеденье Мой гений, мой ангел, мой друг Мой гений, мой ангел, мой друг Отрицая вечную жизнь, я, несмотря на победоносную силу моих убеждений Никогда не примирюсь с мыслью, что моя мать, которую я так любил И которая была таким прекрасным человеком, исчезла навсегда И что уж никогда мне не придется сказать ей, что и после 23 лет разлуки я все так же люблю ее Он необычайно боялся смерти И боялся даже всего, что только намекает на смерть При нем нельзя было употреблять слова Гроб, могила, похороны и тому подобное Одно из величайших его огорчений в Москве состояло в том, что подъезд его квартиры находился рядом с лавкой гробовщика Нужно, чтобы не было страха смерти Вот в этом отношении я не могу похвастать Я не настолько проникнут религией, чтобы в смерти видеть начало новой жизни И не философ Чтобы примириться с той пучиной небытия В которую придется погрузиться Гроб, могила, похоронить Гроб, могила, похоронить Эти стихи моего брата о мёртвой птице сохранились в одной из двух тетрадок, с которыми до последней минуты не расставалась его няня, француженка Фанни Дюрбах. Написанная главным образом по-французски, неумелой рукой, в них говорилось о сиротах, мёртвых детях, материнской любви и бедных животных. Последним из сохранившихся произведений восьмилетнего Пети было сочинение в прозе, и называлось оно «Смерть». Впечатлительности его не было пределов, поэтому обходиться с ним надо было очень осторожно. Обидеть, задеть его мог каждый пустяк. Это был стеклянный ребёнок. Пьеру было четыре года, и когда у нас начались занятия, ваша мать, хотя и была против обучения детей в очень раннем возрасте, не могла противостоять его слезам и мольбам, и привела его на занятия, так как он хотел брать уроки, как Николай и Лидия. При его развитии и уме у него была ещё прекрасная память. В шестилетнем возрасте он уже прекрасно читал по-французски, по-немецки и по-русски, и учение не составляло для него труда. Вечно свихрами, небрежно одетый, по рассеянности где-нибудь испачкавшийся, рядом с припомаженным, элегантным и всегда потянутым братом, он на первый взгляд оставался в тени. Но стоило побыть несколько времени с этим неопрятным мальчиком, чтобы, поддавшись очарованию его ума, а главное сердце, отдать ему предпочтение перед другими детьми. Помните ли вы, мой милый Пьер, как вы старались хорошо заниматься продолжение недели, чтобы получить красный бант в воскресенье? В часы занятий не было никого старательнее и понятливее. Во время перемен же никто не выдумывал более веселых забав. А когда я собирала своих птенцов вокруг себя и по очереди заставляла рассказывать что-нибудь, никто не фантазировал прелестнее. Гувернантка его Фанни Дюрбах в течение почти пятидесяти лет хранила как святыню малейшую его записочку, клочок бумаги, испачканный детской рукой. Все это разве не служит несомненным свидетельством, что не будущую знаменитость, а просто ребенка любила она. В выговорах и замечаниях то, что другие дети пропускают мимо ушей, у него глубоко западало в душу и при малейшем усилении строгости расстраивало так, что становилось страшно. Говорю вам, его нельзя было не любить, потому что он всех и все любил. Все слабое и несчастное не имело боли горячего защитника. Милая Фанни, я уверяю вас, что каждый день вспоминаю воспитание, которое вы мне дали. Нельзя вспоминать об этой жизни в Воткинске. Мне хочется плакать, когда я думаю об этом. Ваш благодарный ученик Петр Чайковский. Совет Консерватории СИМ свидетельствует, что надворный советник Петр Ильич Чайковский 25 лет окончил полный курс музыкального образования и на испытаниях показал следующие успехи. В теории композиции и инструментовки отличные. Игре на органе хорошие. Игре на фортепиано весьма хорошие. И в дирижирование удовлетворительные. Вследствие того удостоен звания свободного художника и награжден серебряной медалью. Поразившее меня открытие, что мой брат Петр и труд – два понятия вполне уживающиеся. Настойчивость его повергала меня в такое же недоумение, причиняла такую же досаду, как и карпение его над нотной бумагой долгими часами, которые, по моим тогдашним понятиям, можно было провести гораздо приятнее в болтовне и гулянии. Милый мой Петя, у меня, голубчик-то мой, все-таки правду скажу, болит сердце за тебя. Ну вот, слава Богу, кончил ты по желанию свое музыкальное образование. И что даст оно тебе? Говоришь, ты буду учителем? Пожалуй, назовут тебя в скорости и профессором теории музыки. С ничтожным жалованием. Этого ли ты достоин? Похвальна твоя страсть к музыке, но, друг мой, это скользкий путь. Вознаграждение за гениальный труд бывает долго-долго спустя. Глинков он умер бедняком, да и прочие наши таланты недорого оценены. Что ж, если таково твое призвание, то дальше и толковать нечего. Ты в семье моей лучшая жемчужина. Не думал я, что на твою долю выпадет такая трудная и скользкая дорога. С твоими дарованиями ты нигде бы не пропал. Я, ниже подписавшийся, калежский асессор Петр Ильич Чайковский заключил с ее условиям с дирекцией Русского музыкального общества в Москве сроком на три года в том, что обязан заниматься преподаванием уроков музыки в консерватории в качестве профессора не менее десяти часов в неделю. К сему отставной калежский асессор Петр Ильич Чайковский руку приложу. Чайковский приехал в Москву в первых числах января 1866 года в необыкновенно старой енотовой шубе, которую дал ему его друг поэт Апухтин, употреблявший ее в деревенских поездках. Сюртук и прочие принадлежности костюма гармонировали с шубой. Так что, в общем, новый преподаватель был одет не только скромно, но просто очень бедно, что, впрочем, не помешало ему произвести прекрасное впечатление на учащихся при своем появлении в классах. В фигуре и манерах его было столько изящества, что оно с избытком покрывало недочеты костюма. Он входил в класс быстрой походкой с руками за спиной, слегка наклонив голову и смотря перед собой сосредоточенным и, как нам казалось, острым взглядом серых глаз. Он был небольшого роста, нервный и подвижный. Петр Ильич садился к фортепиано, брал карандаш, продев его между пальцами так, что второй и четвертый пальцы оказывались на карандаше, а третий под ним, а иногда наоборот, и, не выпуская его из пальцев, проигрывал наши задачи. Он вообще не любил педагогической деятельности и неохотно ею занимался. По наружности Петр Ильич был довольно красив, но производил суровые впечатления. Вражение лица его было такое, как будто он постоянно был чем-то недоволен. Из-под нахмуренных бровей глаза глядели мрачно. На приветствие учащихся он отвечал едва заметным кивком. Он казался строгим и сердитым. Уроки мои идут очень успешно, и я даже пользуюсь необыкновенным сочувствием обучаемых мною москвитянок, которые вообще отличаются страстностью и воспламенимостью. Я воображаю тебя сидящим на кафедре. Тебя окружают розовые, белые, голубые, кругленькие, тоненькие, толстенькие, белолицые, круглолицые барышни, отчаянные любительницы музыки. А ты читаешь им, как Аполлон сидел на горке с арфой или с лирой, а кругом грации, такие же точно, как твои слушательницы, только голенькие или газом закрытые, слушали его песни. Очень бы мне любопытно было посмотреть, как ты сидишь, как конфузишься и краснеешь. Милый и дорогой папочка, ваш сын Петр задумал жениться. Она бедная, но хорошая и честная девушка, очень меня любящая. Милый мой папочка, вы знаете, что в мои годы не решаются жениться без спокойной обдуманности, а потому не тревожьтесь за меня. Я уверен, что моя будущая жена сделает все, чтобы я был покоен и счастлив. После свадьбы, на которой Толя будет присутствовать, я поеду с женой, как это странно звучит, в Питер на несколько дней. Потом проживу с ней до августа, а август пропутешествую, если хватит денег. Я женюсь на девушке не особенно молодой, но вполне порядочной и имеющей одно главное достоинство. Она влюблена в меня, как кошка. Она совершенно бедна. Зовут ее Антонина Ивановна Милюкова. Мы познакомились на квартире ее брата, и, оказывается, я впечатлил ее своим взглядом. Эти глаза покорили меня на всю жизнь. Дивные глаза. Они грели издали меня так же, как вблизи. В 1873 году я только из-за него поступила в Московскую консерваторию и была чрезвычайно счастлива, постоянно встречая его. Он был в высшей степени ласков со мной. Более четырех лет я любила его тайно. Я отлично знала, что нравлюсь ему, но он был очень застенчив и никогда не сделал бы мне предложения. Я дала себе обещание в продолжении шести недель ежедневно ходить за него, молиться в часовню у Спасских ворот, невзирая ни на какую погоду. Через шесть недель я служила молебен в часовне и, помолившись дома, взяла и отправила ему по почте письмо, которым вылила на бумаге всю свою накопившуюся за столько лет любовь. Письмо было написано так искренне, так тепло, что я решился на него ответить, чего прежде тщательно в подобных случаях избегал. Хотя ответ мой не подавал Антонине никакой надежды на взаимность. Мой старый 82-летний отец, все близкие мои только о том и мечтали, чтобы я женился. И так в один прекрасный вечер я написал ей откровенно, что я не люблю ее, но буду ей во всяком случае преданным и благодарным другом. Я подробно описал ей свой характер, свою раздражительность, неровность темперамента, свое нелюдимство, наконец, свои обстоятельства. После последнего вашего письма, Петр Ильич, я еще вдвое больше полюбила вас, и ваши недостатки ровно ничего для меня не значат. Она решительно была на все согласна. Я сохранял себе полную свободу действий. Сказать, что я любил ее, я еще не мог, но уже чувствовал, что полюблю, как только мы друг к другу привыкли. Я решил, что судьбы своей не избежать, и что в моем столкновении с этой девушкой есть что-то роковое. Настал день свадьбы. Когда я приехала в церковь, оказался забытым розовый атлас под ноги. Дурное предзаменование. Тотчас поехали за ним, но привезли уже к концу венчание. Мой шафер подослал Петру Ильичу под ноги свой белый шелковый носовой платок. Ну, а я стояла так. Субтитры подогнал «Симон» И мы поехали в гостиницу «Эрмитаж». У меня и тогда уже было предчувствие чего-то недоброго. Я просто холодела от страха. Потом мне эта сестра говорила, что это был за обед, точно похоронный. Так было невесело. К семи часам вечера мы приехали на поезд Николаевской железной дороги, и я отправилась с мужем в Петербург. Я переживаю в самом деле тяжелую минуту жизни. Однако ж чувствую, что мало-помалу свыкаюсь с новым положением. Оно было бы совсем ложное и невыносимо, если б я в чем-нибудь обманул жену, но я ведь предупредил ее, что она может рассчитывать только на мою братскую любовь. Господин Чайковский, какая честь. Я большой ваш поклонник. Увидимите. Мне тяжко. Вот все, что скажу. Я знаю, что нужно еще немножко потерпеть, и незаметно явится спокойствие, довольство, и, кто знает, может быть, даже счастье. Я в Тихомулку незаметно для него всегда любовалась им. Он так и дышал свежестью. Такой красивый всегда сидел, со своими добрыми глазами, что просто приводил меня в восторг. Господа, извините, чай. Благодарю вас. Когда вагон тронулся, я готов был закричать от душивших меня рыданий. Но нужно было еще занять разговором жену Доклина, чтобы заслужить право в темноте улечься на свое кресло и остаться одному с собой. Я должен был дать волю наплыву слез. Я все сидела и думала про себя. Слава Богу, он мой и больше ничей. Никто не смеет его отнять у меня, потому что он мой муж. Чувствую себя совершенно неспособным ни на что. Мысли у меня путаются, и перо выпадает из рук. И как нарочно я нашел у сестры громадные связки писем отца и матери, писанных еще до моего рождения. Трудно передать, какое волнующее впечатление произвело на меня чтение этих писем. Результатом была совершенно бессонная ночь. Милая, обожаемая, с той минуты, когда вы произнесли роковое слово, да, когда огонь пробежал по моим жилам, когда я считал себя наверху счастья небесного, когда все потемнело в глазах моих, и я видел только вас, я более и более терзаюсь мыслью, не раскаиваетесь ли вы поспешностью этого счастливого для меня слова. В письме вашем из Воронежа вы меня очень обидели. Вы пишете, что не люблю, и что не могу любить вас. Кто же и что могло меня принудить отдать вам на всю жизнь мою руку и сердце? Я воспылал. Я вас люблю больше своей жизни, и чем бы я ни пожертвовал для вас, не знаю. Но я в таких летах, где при этой благородной страсти просудок не перестает действовать. Вас, может быть, уверили, что я добр. Не верьте, я с капризами и горяч, как огонь. Милый, несравненный, божественный друг мое Ильичко, расставшись с тобой, я не могла тотчас представить себе, что еще долго тебя не увижу. Но теперь, чем дальше, тем больше скучаю без тебя и сильнее замечаю, что нет со мной моего ангела, бесподобного муженька моего. Я чувствую нужду в твоих письмах. Пиши одну строку, одно слово. Твой первый робкий поцелуй при прощании долго горел на губах моих. Я теперь чувствую его приятные ощущения. С ним и остаюсь до гроба тебе верный, Илья. Любовь его родителей, его семья, которую он видел с самого детства, это так и был для него недостижимый идеал, который он искал всю жизнь и так и не смог найти в своей собственной жизни. Его музыка, она пропитана этой тоской, этим поиском потерянного рая, идеалом его собственной родительской семьи. Я провел две недели со своей женой. Как в голове, так и в сердце у нее абсолютная пустота. Она говорила мне, что влюблена в меня четыре года, вместе с тем она не знала ни единой ноты из моих сочинений. Ежечасно она повторяла мне бесчисленные рассказы о бесчисленных мужчинах, питавших к ней нежные чувства. Не менее часто она расписывала мне пороки и низкие поступки всех своих родных. Я впал в отчаяние. Порой мне хотелось задушить ее. Что может быть ужаснее, как лицезреть это омерзительное творение природы? И к чему родятся подобные гадин? И к чему на меня нашло сумасшествие? К чему случилась вся эта пошлая трагикомедия? Через неделю он попросил у меня позволения поехать к своему приятелю, чтобы написать скорее оперу, которая уже сложилась у него в голове. Эта опера была Евгений Онегин. Это самая лучшая из всех его опера. Она хороша тем, что написана под влиянием любви. Она написана как будто про нас. они Генона, а я Татьяна. В 20-х числах сентября Петр Ильич заболел в состоянии, близком к безумию. После сильнейшего нервного припадка он впал в бессознательное состояние, длившееся около двух суток. Когда острый кризис миновал, доктора поставили единственным условием выздоровления полную перемену обстановки жизни. Полный разрыв с Антониной был единственным средством не только для дальнейшего благополучия обоих, но и для спасения жизни Петра Ильича. Нас разлучили с Петром Ильичом посредством постоянного нашептывания ему, что семейная жизнь убьет в нем талант. Утратить талант было самым ужасным для него. Но он стал верить этим наговорам, стал скучным, мрачным. Последние письма Антонины замечательны тем, что из овцы она вдруг явилась весьма лютой, коварной и хитрой кошкой и оказался обманщиком, женившись на ней, чтобы замаскироваться. Я ежедневно оскорблял ее, она много от меня претерпела, она ужасается моему позорному пороку и так далее, и так далее. О, какая мерзость! Ну, черт с ней! За всю мою любовь и преданность Петя отплатил мне тем, что сделал меня своею ширмой. Пред всей Москвою, да и Петербургом. Где же эта доброта его, о которой так все говорили? Такой страшный эгоизм не может соединиться с добротой. Вдова надворного советника Петра Ильича Чайковского Антонина Ивановна 3 сего октября принята в Санкт-Петербургскую больницу святого Николая Чудотворца как душевнобольная. Дорогой господин Модест, в тех немногих письмах, что у меня остались, я искала, не найдется ли описание инцидента, заставившего ваших родителей пригласить на дом учителя музыки. Я так была напугана, увидев ранение, полученное первым, что была уверена, что написала об этом своей матери Монбельяр, но ничего не нашла. Необычайный слух и музыкальная память проявились в нем очень рано, года в четыре. Вскоре Петя обнаружил такую любовь к игре, что когда ему запрещали быть около инструмента, он продолжал на чем попало барабанить пальцами. Однажды, увлекшись этим немым бренчанием на стекле оконной рамы, он так разошелся, что разбил его и очень сильно ранил себе руку. Это происшествие, мало важное само по себе, послужило поводом к тому, чтобы родители обратили внимание на мое непреодолимое влечение и решили серьезно отнестись к моему музыкальному развитию. Мать пригласила учительницу музыки Марию Марковну Пальчикову, которая преподавала мне музыкальные основы. Мне кажется, что для Чайковского музыка всегда была спасением. Это был его мир, в котором проходила, может быть, его более реальная жизнь, чем сама жизнь. Это была такая возможность, когда можно оторваться от земли и как будто сбросить все это с себя и вот наконец-то начать расправить крылья и начать жить. Я какая-то амбулирующая злоба. Из-за того, что Саша с наслаждением обремизила меня в пяти червах без трех, я до бешенства разозлился, тем более, что уступил было ей только что перед тем игру в трефах. Ну, каково? И это поведение пользующегося известностью художника. Эх, Петр Ильич, стыдно, батюшка. Чайковский любил поиграть винт. Играл без особого мастерства, но горячо, с увлечением. Избегал споров и искренне огорчался своими ошибками. Непрактичность Чайковского, его необычайная щедрость и неумерная деликатность в денежных вопросах были изумительны. Он постоянно нуждался в средствах. Милый друг, попрошу тебя выслать по почте на имя мадам Беляр 549 франков, которые я и остался должен. Пожалуйста, приготовь мой счет. Есть ли еще у меня что-нибудь за тобой? Я страшно много сдержал денег и если у меня за тобой ничего не окажется, должен буду хоть немножко у тебя взять. В начале 70-х я был учеником Петра Ильича и у нас сложились дружеские отношения. А в то же время я был кем-то вроде музыканта в доме Надежды Филаретовны фон Мек. Это была загадочная персона. Вдова богача, железнодорожного строителя, миллионерша, владелица домов в Москве, поместье в западном крае, приморских вилл за границей, мать 11 детей, выживших из 18, которых она родила мужу и уже была бабушкой, внуком своим. она единолично руководила своими огромными капиталами и большой семьей. Однажды я рассказал Надежде Филаретовне о том, как тяжело живет Чайковский, ее любимый композитор, как много времени тратит на преподавательскую работу и как мало времени остается у него на творчество и отдых. Воспользовавшись моим посредничеством, она заказала Петру Ильичу переложение его произведений для скрипки и рояля, очень ей любимых. Оплачивала она эти работы щедро, даже сверх меры. Меж собой Петр Ильич и Надежда Филаретовна договорились никогда не встречаться и ни разу не нарушили этого данного друг другу обещания. Милостивая государня Надежда Филаретовна, позвольте вас поблагодарить за более чем роскошное вознаграждение столь небольшого труда. Благодарю вас от всей души за выражение сочувствия, которое я очень очень ценю. Милостивый государь Петр Ильич, ваш милый ответ на мое письмо доставил мне такое глубокое удовольствие, какого я давно не испытывала. В моих отношениях с вами есть то щекотливое обстоятельство, что каждый раз, как мы с вами переписываемся на сцену, являются деньги. Тем не менее, в презренном металле я действительно очень нуждаюсь. дорогой друг, ведь я не всегда была богата. Большую часть своей жизни я была бедна, очень бедна. Мой муж был инженер путей сообщения и служил на казенной службе, которая доставляла ему 1500 рублей в год. Сейчас я поглощен симфонией, которую начал писать еще зимой и которую мне очень хочется посвятить вам, так как мне кажется, вы найдете в ней отголоски ваших сокровенных чувств и мыслей. Вы писали мне, Петр Ильич, о вашей симфонии и хотели, чтобы я сказала свое желание, что касается ее посвящения. То прежде, чем высказать это желание, позвольте сделать вам один вопрос, а именно считаете ли вы меня своим другом? Вы спрашиваете меня, могу ли я назвать вас своим другом? Но можете ли вы сомневаться в этом? И неужели сквозь строк вы ни разу не прочли в моих письмах, что я глубоко дорожу вашей дружбой, и что моя дружеская симпатия к вам самая искренняя, самая теплая? Надежда Филаретовна была довольно жестким бизнесменом, руководила огромной компанией, выстроила эту огромную компанию, и содержала всю свою огромную семью при помощи этой компании, мне кажется, что только в отношениях с Чайковским она не была вот этой железной леди и нечеловеческим монстром бизнеса, вот с ним она позволяла себе быть в подчинении, быть слабой, быть поверженной его гением. Без малого 14 лет продолжался их эпистолярный роман. Они обсуждали самые разные темы, искусство, политику, экономику, философию, институт брака и общее жизнеустройство. Надежда Филаретовна установила бюджетную сумму в 6 тысяч рублей, которую ежегодно выплачивала своему милому другу. Вследствие этого он больше не нуждался и оставил всякую работу, кроме сочинений. Не раз в течение жизни Петра Ильича мы видели с ним за границей, а ведь именно благодаря Надежде Филаретовне его музыку узнали в Европе с ее легкой руки он стал много путешествовать. Он был абсолютно космополитом, его человеком мира. И он очень любил Родину, находясь вдали и от нее. Его страшно вдохновляла Италия, поездки. Вот удивительно, что человек, который создавал такие полотна с картинами русской природы, которые встают у тебя перед глазами, писал он их преимущественно где-нибудь во Флоренции, в поездках по Европе. 52-летний русский композитор принял звание почетного доктора Кембриджского университета. Одет я был роскошно. Жена профессора, у которого я жил в Кембридже, сняла мою фотографию. Благодарю вас за подробности о торжественной церемонии, на которой вам присвоили титул доктора музыки. Мне очень бы хотелось видеть моего маленького Пьера во всем великолепии его костюма. Ваши детские мечты теперь осуществились. Виноград во Франции в этом году превосходен и в изобилии. Приезжайте его покушать. Весной 1891 года мы открывали Карнеги-холл, концертный зал, построенный Эндрю Карнег. Он должен был стать очагом крупнейших музыкальных мероприятий Нью-Йорка. Чтобы придать этому событию особое значение, я пригласил в Америку Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора, продирижировать какими-нибудь своими произведениями. центры. Один из них Трансляция на 14th Street, почти 3 млн. И здесь нет транспорта. И в начале люди подумали, кто идет туда? И это важно, чтобы они открыли что-то экстраординарное. И для того, чтобы Тchaikovsky приехал, это экстраординарное. Безопасно ли пить воду в Америке? Какого фасона шляпы там в моде? Какие курят сигареты? Есть ли прачечные, где мне постирать белье? Проверить акустику в новом зале. Пароход оказался одним из колоссальнейших и роскошнейших. Но, очутившись здесь, я почувствовал себя так глубоко несчастным, как никогда. Никогда не чувствовал себя столь жалким, одиноким, несчастным. Накануне отплытия из Франции в Америку мне в руки попался номер нового времени, в котором я из последней страницы узнал, что моя сестра Александра скончалась. В это время Петр работал над балетом «Щелкунчик». Новость о смерти сестры не могла не повлиять на музыку, которую он сочинял в тот момент. Последние годы сестра была отчаянной морфинисткой, и чем дальше, тем больше предавалась она этому своеобразному, ужасному виду пьянства. Ох, этот морфин! Ведь и старшая дочь нашей сестры, красавица, умница, погибла от морфина, которому, по несчастью, приучила ее мать. Чем ближе я подъезжал к Нью-Йорку, тем более волновался, а главное, раскаивался в этой безумной поездке. Может быть, когда все благополучно кончится, я буду с удовольствием вспоминать о ней. Но теперь, кроме страдания, ничего. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В гостинице меня ожидал весьма комфортабельный апартамент с ватер-клозетом, ванной и умывальником, с проведенной теплой и холодной водой. Прежде всего, я начал проливать слезы. Нюнился старый Плакса довольно долго. Переодевшись, пообедал с отвращением и пошел гулять по Бродвею. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Улица в семь верст длины. Есть длинные дома в один этаж и есть дома в одиннадцать этажей, а один дом в семнадцать. Но в Чикаго пошли далее. Там есть дом в двадцать один этаж. Колоссально да бессмыслицы. Не могу поверить, что люди могут жить так высоко над землей. По крайней мере, я отказываюсь понять, как можно жить в тринадцатом этаже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он был господом в доме Андрея Карнеги. Он пишет в своем дайвере, что здесь есть человек, который имеет так много денег, как царь, но он живет очень просто. Он был повернулся от этого. Он пошел взять его портрет, his photograph taken, by Napoleon Cerrone, who was the most famous portrait photographer in the United States. П. Чайковский. Он был в районе 1892. П. Чайковский. Он был в районе 1892. П. Чайковский. Университет, П. Чайковский. Это органией 1892. красками. Я особенно любила такие мягкие вечера в конце лета. С балкона мы слушали нежные и грустные песни. Только они одни нарушали тишину этих чудных ночей. Счастливейшими моментами нашей жизни были субботние вечера. Занятий не было, и в долгие зимние темные часы мы с братом и сестрой любили сидеть в комнате, освещенной только лампадой, вместе с нашей гувернанткой Фанни Дюрба. Мы по очереди рассказывали разные истории. Однажды у Чайковских были гости, и весь вечер прошел в музыкальных развлечениях. КОНЕЦ В следствии праздника дети были со взрослыми. Петя сначала был очень оживлен и весел, но к концу вечера так утомился, что ушел наверх ранее обыкновенного. КОНЕЦ 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 Дорогой Модест Ильич, вы должны были получить высланное мною извещение о смерти моей сестры В последние дни она очень часто вспоминала вас и всю вашу семью Собрала все, что хранила, как память о вашем дорогом брате Преданное вам Фредерико Дюрбах Раз, два, три Я кончил инструментовку моей новой симфонии Исполнение будет 16 октября в Петербурге Честное слово, я никогда в жизни не был еще так доволен собой Так горд, так счастлив сознанием, что сделал в самом деле хорошую вещь Я горжусь ей более, чем каким-либо другим моим сочинением Петр Ильич с горечью жаловался на то, что его последнее произведение недостаточно имело успеха И, по-видимому, мало нравилось музыкантам При этом он сказал, что всегда бывал разочарован после первого исполнения своих последних сочинений Но на этот раз он был своим детищем доволен Виртуозно, четко, легко, не садясь на это Да, понятно, да? Давайте еще разик сыграем Новое произведение господина Чайковского ничего не прибавило к его славе, как выдающегося симфониста Но дало повод собравшейся публике высказать лишний раз свои симпатии любимому композитору Которому была поднесена цветочная лира Никто, конечно, из присутствовавших на этом концерте Слушая заключительные, таинственно-мрачные аккорды тромбонов Не думал, что эти минуты в жизни Чайковского будут его последними мгновениями на поприще служения искусству Через день после того концерта, выйдя к утреннему чаю Я застал старшего брата уже давно вставшим в прекрасном расположении духа С партитурой шестой симфонии перед ним и в раздумьях над ее названием Я предложил назвать ее трагической После обсуждения сошлись на патетической Он написал при мне на партитуре оставшееся навсегда название Холера в это время, хотя была в Петербурге, но не сильная Число жертв для большого города было ничтожно При наступлении осени она почти прекратилась Но редкие заболевания принимали очень тяжелую, острую форму и имели смертельный исход В последний раз я видел Чайковского в среду, за четыре дня перед его смертью Ему было очень плохо, и он просил оставить его, сказав, что, может быть, и на самом деле у него холера Хотя он этому не верил, так как подобные приступы с ним бывали не раз На другой день пришло известие о его роковой болезни И больше к нему никого не пускали Ранним утром 25 октября я послал телеграмму великому князю Константину Константиновичу Петр Ильич в три часа ночи скончался Великий князь тотчас ответил телеграммой Сердце больно сжимается, утрата Петра Ильича нами горестно оплакивается Мы давно привыкли искренне его любить Да успокоит Господь души его, и да пошлет вам утешение Смерть Петра Ильича очень огорчила царя и царицу Константин Елизавета Похороны Чайковского представляли собой зрелище, какого мне до того никогда не приходилось видеть Широкие петербургские улицы были совершенно запружены народом Не было конца венкам К отпеванию прибыли члены царской фамилии, участвовавшие в выносе гроба Чайковского из собора К концу богослужения толпа на Невском собралась огромная И не уменьшалась во все время шествия кортежа, растянувшегося, благодаря депутациям, на очень большое расстояние Однажды меня спросили, как пережила его смерть Надежда Филаретовна Она ее не перенесла Ей сразу стало значительно хуже, и она умерла через три месяца после его кончины 13 января 1894 года в Ницце Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я за тебя уж молю Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok